Послание отца Абсолюта 22 января 2020 года Энергетическая подоплека сексуального насилия Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о том, как воздействует сексуальная энергия на того, кто совершает насилие на другим и на того, кто подвергается такому насилию. К сожалению, в трехмерном мире довольно редко бывает, когда тонкие органы чувств мужчины и женщины во всем резонируют друг с другом, создавая между ними гармонию на всех уровнях бытия. К тому же до сих пор во многих странах мира женщины полностью зависят от мужчины, как материально, так и физически. И если между ними нет настоящей любви и взаимопонимания, то на энергетическом уровне дисгармония в сексуальных отношениях вливается в настоящие трагедии. Положение усугубляется еще и тем, что о проблемах интимной жизни не принято говорить даже самыми близкими людьми, и все связанные с ними переживания, накапливаясь, превращаются в плотные энергетические блоки, которые впоследствии на физическом плане выливаются в различные недуги и психические расстройства. Являясь одной из самых сильных, сексуальная энергия оказывает огромное влияние на все сферы жизни человека. Наверняка каждый из вас помнит, как меняется мир вокруг, когда вы влюблены и когда дорогой вам человек отвечает вам взаимностью. В этом случае сексуальная энергия мужчины и женщины образует прекрасный гармоничный союз, и на этих высоких вибрациях они притягивают к себе все лучшее, что есть в жизни. Почему влюбленные люди светятся? Потому что энергетически они поднимаются на ту высоту, которая бывает недоступна тем людям, чья сексуальная энергия подавлена. У таких людей наоборот жизнь приобретает мрачные краски, поскольку низкие вибрации второй чакры запускают по цепочке энергии таких же низких вибраций и их остальных чакр. И если у первых, летающих от счастья влюбленных, энергетическое пространство, напитанное светом и любовью, предельно разряжается и притягивает к себе людей события таких же высоких вибраций, то, во-вторых, оно уплотняется, тем самым понижая их вибрации, в результате чего к ним притягиваются люди и события соответствующих им энергий. А что же происходит в том случае, если человек подвергается насилию, а порой постоянному, что нередко случается в семьях, где один из супругов давлеет над другим, совершая сексуальные действия, которые не доставляют другому радости и удовольствия? Такой перекос во взаимодействии сексуальных энергий идет во вред и тому, и другому. Человек, совершающий насилие, энергетически себя опустошает. Поскольку его сексуальная энергия отвергается другим, она не обогащается, не приобретает силу, а возвращается к нему в совсем другом качестве. Эта энергия приобретает негативный, разрушительный характер, так как в ответ она получает не любовь и приятие, а отторжение, а порой и отвращение. И напитываясь этими отрицательными энергиями, вторая чакра человека невольно делится ими с остальными своими тонкими органами чувств, что в свою очередь негативно проявляется как в физическом теле человека, так и во всех областях его жизни. То же самое происходит и с человеком, подвергающимся сексуальному насилию. Он теряет чувство собственного достоинства, его самооценка понижается, воля подавляется, он перестает любить свое тело, что вскоре выливается в проблемы со здоровьем и неприятности в жизни. На этом и остановимся сегодня, любящий вас без меры.